Минэкономразвитие Решение российского руководства разработать законодательство об особом правовом режиме в оккупированном России и Крыму Фактическое признание того факта, что и спустя почти 7 лет после оккупации полуостров находится за правовыми границами России И оказывается токсичной территорией не только для иностранных инвесторов, но и для российского бизнеса Система санкций, которая действительно очень сильно мешает развитию экономики Крыма, она, мягко говоря, надолго То есть можно сказать навсегда, потому что что будет дальше уже невозможно предугадать А на ближайшие, наверное, десятилетия точно, что эта система будет сохраняться Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань К родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию Именно поэтому потенциальных инвесторов, похоже, теперь будут пытаться заманить в Крым Особыми административными районами, налоговыми льготами и прочими иллюзиями легкой прибыли Но кому, кроме тех, кто хочет быстро ограбить полуостров, захочется соглашаться с присутствием в особых районах И подвергать себя опасности санкций, если любой особый район Это все равно оккупированный Россией в 2014 году Крым Когда Россия в феврале-марте 2014 года захватила полуостров Автор данного материала, украинский публицист Виталий Портников Напоминал, что Крым всю историю своего существования был тесно связан с материком И это география, которую нельзя изменить указом президента России или подменить крымским мостом А с точки зрения международного права, Крым – территория Украины И это тоже нельзя изменить указом Путина или ссылками на результаты фальшивого референдума И что же получается в результате? География властно напоминает о себе приближающейся экологической катастрофой Нехваткой воды, кризисом в сельском хозяйстве Потому что на 100% никакой мост не заменит Крыму воду из Днепра И международное право тоже властно напоминает о себе Потому что никто не хочет связываться с оккупированной и незаконно захваченной территорией Прежде чем заманивать в особые районы российских бизнесменов Кремль должен был бы объяснить, почему на полуострове вы днем с огнем не отыщите российских государственных компаний Ни российских железных дорог, ни почты России, ни Сбербанка России Ну никого, практически никого И если Крым и в самом деле субъект федерации То может быть вы из интереса назовете нам еще один какой-нибудь такой субъект Где нет ни почты России, ни Сбербанка Как это? Нет больше такого субъекта? Ответ-то мы знаем Угроза западных санкций, которые, как видим, работают И если Крым это дутый субъект Российской Федерации То никакое переименование его административных единиц в особые административные районы Реальности не изменит Ни политической, ни экономической, ни правовой Оккупация, она и есть оккупация Как там ее не называй В порт постоянной приписки В Россию Когда откроется и откроется или отделение Сбербанка в Крыму? А вы чем занимаетесь? Я редактор информационного агентства Новороссия Понятно Ну вот к вопросу об аналитической функции Вот как вы думаете, почему мы не работаем в Крыму? Мы были там до всей этой ситуации, до 2014 года Вот ваши коллеги-журналисты очень любят эту горячую тему Как вы думаете, почему? Ну это понятно, потому что санкции В чем ваш вопрос? Вопрос, нет ли каких-то альтернативных форм? Я их не знаю, если у вас есть, предложите Нет, у меня тоже нет, спасибо Ну тогда, о чем мы говорим, дорогой мой? Цена вопроса Можете себе представить, что такое цена вопроса для Сбербанка? Это не вопрос вас или меня лично, да? Это вопрос всей финансовой системы страны и конкурентоспособности страны в целом Поэтому спекулянты, которые эти темы все время поднимают Это люди, которые совершенно не понимают, что лежит на кону Ну или они умышленно это все дело раздувают Нет такой схемы, которая бы позволила нам работать Не попав под весь пул санкций Такой схемы мне неизвестно У нас, мягко говоря, неплохая служба правовая, неплохая служба комплаенс И там работают далеко не глупые люди Таких схем нет Если бы такие схемы были, мы бы обязательно были там И в выборе на чашу весов Получить весь набор санкций и обречь страну под это Либо выйти из Крыма А в Крыму есть возможность предоставлять финансовые услуги И там целый ряд небольших банков их предоставляют Для которых нет такой большой опасности, как у нас Быть выключенным из международного потока капиталов Поэтому ответ очевиден Он всем понятен Думающим людям Насчет того, что мы никуда не забираемся Нам ничего не нужно С вами явно кто-то поспорит И спросит А Крым? Крым это наше Мы никуда не забираемся Я хочу сказать, что мы были в Украине Наполовину было А сейчас полный бардак Какие зарплаты нужны сейчас Чтобы хватало прожить Даже не говорю, что ни в чем себе не отказывать Нет Хотя бы просто прожить Хотя бы дожить от начала месяца до его конца Позиция Москвы Столицы нашей общей родины В Российской империи Советский Союз То, что никто вас не оставит в беде Чтобы вы это знали Что времена наконец наступили другие Ни о чем волноваться не надо Я хочу, чтобы у вас было хорошее настроение Завтра будет лучше только Поэтому я хочу, чтобы вы Чувствовали себя уверенно Чтобы в глазах у вас была радость Радость именно того, что Наступили лучшие времена Что хуже не будет Уважаемый Владимир Владимирович Путин Обращаются к вам Жители Республики Крым Города Евпатория Как к нашей надежде Путин, помоги! Путин, помоги! Путин, помоги! Крым получит и Севастополь в первую очередь Все, что вам надо В плане экономики Ура! Если вы согласитесь на мой проект То спускаться из города на пристань Вы будете по мраморным лестницам Деньги есть Все, что надо городу Севастополю Он должен получить Но как? 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 Как и на себя думать? Вполне реальная вещь Мои личные связи И ваша самодеятельность Расскажите, пожалуйста, вы за что будете голосовать? За Россию К Путину Спасибо Спасибо Мы приложим максимум усилий Это мой подарок Севастополю Спасибо Безвозвратный кредит И без процентов То есть подарок Спасибо Газ Газ И любые И любые продукты Энергоносители Вы будете получать В неограниченном количестве По самым низким ценам А если надо И бесплатно Добро! Все зависит от вашей самодеятельности Я повторяю Организацию Беру на себя Материальных затрат Никаких Кроме расходов На телеграмм Поэтому Все вопросы экономические Моральные Мы добьемся Чтобы у вас было мощное Своё телевидение В Севастополе и в Крыму Свои газеты Своё радио Чтобы было больше Консульских служб в России И в Крыму И на всей территории Украины И здесь в городе Севастополе А российские каналы? И всё дальше Вы будете сами решать Чтобы никто не навязывал Никому И вы будете иметь Тот статус Который вы хотите Самый высокий статус Самая большая автономия Москвичи Стеснённые Жилищным кризисом Просятся В ваш великолепный город И пусть спокойно Этого не надо бояться Запад гибнет И погибая Хочет в могилу Потащить ещё нас Восточную Европу Мы с вами не гибнем У нас с вами Олимпийские игры На которых мы победили Хорошего настроения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok